А картофель тоже, я смотрю, не местный? Это домашняя картошка местная. А, местная? Да, это местная. Нет, правда, местная. Я не обманываю. Её же надо так вымыть. Павел Грудинин на центральном рынке сегодня буквально звезда. Очень редко федеральные политики, приезжая в провинцию, идут посмотреть цены на продукты. Грудинин же тут не случайно. Опытный аграрий с почти 40-летним стажем всегда интересуется местными производствами. Вот и на центральном рынке он подходит далеко не к каждому прилавку. Ищет только краевую продукцию. И тут же искренне поражается ценам на морковь, свёклу, картофель и помидоры. И помидоры, вот эти вот? Это домашнее. Домашнее место. А вот это импортные? Это китайские. Китайские. Ну вот. И сколько стоят местные? Местные стоят 400 рублей, 350 рублей. Слушайте, ну... У них закупочная цена 300 рублей. 300 рублей, да? Следующий прилавок – молочные продукты. Сыр здесь, к примеру, стоит 1000 рублей за килограмм. Хозяйка рассказывает, в последние годы затраты на оплату ЖКХ, налогов и на солярку увеличились настолько, что и цены приходится поднимать до небес. А производство сокращать. Было 50 коров, оставили 30. Говорит, выживают только за счёт постоянных покупателей. Вот у меня берут 3000, вот за вот эту витрину, что я вот стою, у меня свет горит 3000 в месяц. Только за свет? Только за свет. А за место? 15. Ну вот там что-то 12, вот свет 3000. Каждый год всё хуже и хуже, и каждый год лишь бы не хуже. Да, вот это вот катастрофа. Поэтому у вас теперь 30 коров, а скоро будет 10. Из фруктов и ягод местные только ягоды, малина и смородина. Даже арбузы не российские. Продавцы поясняют, в Краснодаре ещё не поспели. На этом обход рынка заканчивается, но в Красноярске у Павла Грудинина не только аграрная повестка. Буквально на днях стало известно о том, что партия будет подавать апелляцию на решение избиркома снять Грудинина с выборов в Госдуму из-за якобы обнаруженных у него офшоров. Политик уверен, что это политические игры. В 2018 он участвовал в президентской кампании и по итогам голосования стал вторым. Говорит, тогда его проверяли досконально и ничего не нашли. Как я могу прокомментировать судебный беспредел? Когда ни одного документа с подписью, с печатью натурального, оригинального не представлено, а вас всё равно снимают с выборов. Я говорю, что вы видели, как некоторым журналистам подкидывают наркотики, а потом выясняют, что это подбросано. Ну а мне подкинули вот этот, который я узнал из бумаги из генпрокуратуры. Представляете? Ну как можно? Сегодня последний день, чтобы обжаловать решение Верховного суда. По словам Грудинина, он всё же надеется доказать незаконность действий ЦИК и поучаствовать в предвыборной гонке. Софья Питеркина, Сергей Кашин, Новости ТВК.